Правительство старается оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам. В нашем новом видео мы поговорим о снижении ставки по льготным кредитам. В конце уходящего года правительством подписано постановление, которое касается снижения ставок по льготному кредиту. Подробнее об этом послушаем Михаила Владимировича. Подписано постановление правительства о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан. Первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%. По новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75%. Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых. Снижение ставки принято в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на 20-е и 24-е годы, которым предусмотрено несколько видов льготных кредитов. А какие условия для получения льготного кредита? Льготный кредит может быть выдан на сумму от 500 тысяч до 2 миллиардов рублей на 3 года под процентную ставку 7% годовых. Чтобы получить льготный кредит бизнесмена, нужно выполнить ряд условий. Во-первых, для получения льготного кредита претендент должен значиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Получить сведения из реестра можно на сайте ФНС. На практике возникает ситуация, когда компания соответствует своим критериям малому или среднему бизнесу, но в реестре налоговиков не значится. В этом случае банк откажет претенденту в льготном кредите. Во-вторых, чтобы претендовать на получение льготного кредита, бизнесмен должен заниматься определенными видами деятельности. На сегодняшний день их 20. Например, сельское хозяйство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, деятельность в области туристической индустрии, информации и связи, здравоохранение, образование и другие. Вид деятельности подтверждается основным или дополнительным кодом АКВЭД. Этот перечень действует для малого и среднего бизнеса. На самозанятых граждан требования не распространяются. В-третьих, у претендентов на льготный кредит задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам не должна превышать 50 тысяч рублей. Они также не должны иметь долгов по зарплате, в отношении них не должна быть введена процедура банкротства. В-четвертых, у претендентов должна быть положительная кредитная история. Наконец, в-пятых, банки могут устанавливать дополнительные условия для получения льготных кредитов. На какие цели можно получить льготный кредит? Кредит можно получить на инвестиционные цели, то есть на приобретение-создание основных средств, или целевой кредит на строительство многоквартирного дома или иного объекта недвижимости. Размер кредита от 500 тысяч рублей до 2 миллиардов на срок до 10 лет. На пополнение оборотных средств, например, на приобретение складских запасов товаров. Размер кредита от 500 тысяч до 500 миллионов на срок до 3 лет. На рефинансирование старого кредита условия те же, только процентная ставка 7% годовых. Как на практике получить льготный кредит? Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса выдаются в банках-партнерах корпорации МСП и в банках-участниках программы Минэкономразвития. Перечень таких уполномоченных банков можно найти на сайте Министерства. Например, с 11 января ВТБ начал прием заявок по новым условиям программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства номер 1764. Они предусматривают выдачу кредитов по ставке не выше 7% годовых. Помимо целей, приведенных ранее, кредит также выдается на развитие предпринимательской деятельности, но только микропредприятия, согласно реестру налоговиков. Райфайзенбанк также предлагает кредиты на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели. Сумма кредита до 166 млн. рублей по ставке 7% годовых. За время своего действия программа 1764 обеспечила доступное финансирование тысячам предпринимателей, а также помогла бизнесу во время пандемии COVID-19. Сокращение максимальной процентной ставки по новым кредитам в рамках этой программы позволит дополнительно снизить кредитную нагрузку на бизнес и серьезно поможет работе предпринимателей в этом году. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему, и юристы компании Роско с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе, будь с Роско.